Где найти куда угодно дверь? И какое слово знает F? Все это в мульт-обзоре Смотреть всем! В студии София И Филя София, ты не видела здесь куда угодно дверь, а? Куда угодно что? Куда угодно дверь Кажется, ты слишком долго вчера смотрел мультики Да, точнее один мультик Катя и Ф Мы его вместе со Степашкой и Каргушей смотрели Теперь понятно, какую дверь ты ищешь Да-да, вот такую же Она отправляет Катю и Фа куда угодно И они узнают, что из чего сделано и как все работает И куда ты хочешь попасть? Не я, а Степашка Он хочет попасть прямо в мультик Катя и Ф И познакомиться с главной героиней Катей Филя, ты обещал Степашке помочь? Да Ладно, давай поможем Давай Экран Карта Город Москва Попробую узнать, что это за новый мультфильм и кто озвучивает главную героиню Если вы уже посмотрели первые серии мультика о девочке Кате и ее воображаемом друге Эфи То наверняка поняли Главная героиня не из тех, кто сидит на месте Идея Мы отправляемся в океан Целыми днями напролет Катя что-то придумывает, играет, мечтает и ищет приключения Ух ты! Я тоже хочу стать рыбой Каждый день буду плавать и пускать пузыри Точно такая же мечтательная и активная 9-летняя девочка Алиса, голосом которой говорит Катя Когда я вырасту, я хочу стать либо актрисой, либо врачом Я очень увлекаюсь спортом, хожу на уши Мне нравится ходить в музыкальную школу, я играю на саксофоне, на фортепиано Ой, сколько всего! Как ты все успеваешь? У меня есть конкретный распорядок дня И поэтому я все успеваю Выразительный и веселый голос Алисы отлично подошел для сериала о приключениях А как ты попала в этот проект? Меня пригласили вначале на кастинг, который тоже здесь приходил Было два этапа На первом я озвучивала половину первой серии Я понравилась, отобрали еще несколько детей Но я их не видела Потом на втором этапе я уже озвучивала целую серию Первую И я понравилась, и меня выбрали Получилось! Мы в космосе! Эф, Эф, смотри! Это наша планета Земля! Алисе приходится озвучивать почти все слова в сериале Ведь кроме ее персонажа, зрители слышат только закадровый голос автора А Эф, как вы уже знаете, герой скромный и молчаливый А это правда, что Эф знает и произносит всего одно слово? Наверное, он чаще всего его использует И оно больше всего ему подходит Возможно, потому что у него дома много чего круглого И это, ну, его любимая форма А, круглая? Зато Катя болтает без умолков И вовсю использует свою сверхспособность По щелчку пальцев она открывает куда угодно дверь Чтобы оказаться в любой точке мира Эф, кажется, пора в новое приключение Тебе нравится, Катя? Очень А ты похож на нее немножко? Да, мне нравится она, и она похожа на меня А как ты думаешь, чему Катя и ее друг научат ребят? Мне кажется, это очень познавательный мультик И ребята, смотря на него, будут узнавать для себя новые вещи Например, что там в ракете есть такие условия Как живут космонавты, человек питаются, научат дружбе, ценить ее Что нужна взаимопомощь должна быть Стойте! Эф, мы совсем забыли про твое письмо! Веди письмо к звездным друзьям! Какой интересный мультфильм! И какая замечательная Алиса и ее героиня Катя! Ребята, мы получаем от вас очень много писем С вопросами о том, как создаются ваши любимые мультфильмы И о людях, которые их делают В мультипликаторах Сегодня в рубрике «Мультпрофессии» мы расскажем о работе текстуровщика Внимание! Смотреть всем экран! Карта «Город Москва» Кто делает котенка пушистым, змею скользкой, а облако легким и воздушным Узнаем прямо сейчас Это Нарине У нее очень важная работа Делать красивыми серые и невзрачные 3D-модели Сейчас она трудится над мультсериалом «Лео и Тит» И полнометражным мультфильмом о Каще и Бессмертном Смотрите и учитесь! Если выражается обычным языком, то Нарине просто раскрашивает персонажи, предметы и пейзажи внутри мультика А если говорить по-научному, создает текстуры Ну-ка по порядку давай А как ваша профессия правильно называется? Художник по текстурам Если мультфильм 3D-шный, создается 3D-геометрия персонажа или локации или какого-то предмета Он при создании серого цвета И когда создали скульпт, сделали сетку, затем мы вступаем в работу и делаем текстуры Красим 3D-объем Ну что? Догадались, какое здесь волшебство? Текстуры – это не только цвета, но и типы поверхностей Задача текстуровщика – сделать ткань похожей на ткань И чтобы мы не путали небо с морем Персонаж выглядит вот так, без текстур Вот на вопрос Вот это да Как бы выглядел мультик без текстур? Он бы выглядел вот так Вдохновение! Оно, оно такое яркое Такое прекрасное Как... Как цветочек? Как... Вдохновение! С ним все вокруг оживает Оказывается, рисуют текстуры не на самой модели, а отдельно И только потом накладывают на объект Здорово! А что потом было? Вот текстура одежды Вот Да, она выглядит, вот эта кофточка Вот она так выглядит в развернутом виде Вот так выглядит лицо в развернутом виде текстурном Что это? Может он это? Бракованный? Да, не очень-то похоже на лицо Оказывается, для создания текстуры Объемный предмет разворачивается на плоскости в виде карты И это называется развертка Она похожа на выкройку для одежды Которая тоже состоит из кусочков ткани разной формы Интересно! А кто это будет? Уточка или аист? Развертки раскрашиваются и как бы натягиваются на объекты А чтобы стать текстуровщиком, нужно хорошо уметь рисовать? Это было бы неплохо, но самое главное, чтобы было желание А всему научиться можно А что еще нужно уметь? Иметь чувство вкуса, цвета и в принципе понимать концепцию Текстуровщики нужны не только при создании мультиков Но и в фильмах и компьютерных игр Например, если мы рисуем лицо человека в фильмах Мы создаем фотореалистичную текстуру лица Затем делаем вспомогательные карты Чтобы добиться рельефа, бликов, опять-таки приближенных к реальности О-о-о! Ничего себе! Нарине, спасибо большое за интересное интервью И тебе большое спасибо, Степашка Как вы уже поняли, художник по текстурам очень интересная, важная и сложная профессия Эти люди делают предметы на экране похожими на настоящие Красивый? Блестящий? Это мне нравится! А на сегодня это все Ребята, пока! Смотрите мультики и мультообзор Как же интересно было подсмотреть за работой текстуровщика Да, любимые герои появлялись прямо на наших глазах А на сегодня все Не пропускайте мультообзор Смотреть всем! Пока! Пока-пока!